Сегодня в топе новостей во всех практически мировых СМИ результаты вчерашнего голосования в Организации Объединенных Наций по резолюции о территориальной целостности Украины и защиты Устава Объединенных Наций. Интересно, что не только американские СМИ рассказали об этой резолюции с эйфорией, упомянув, что Соединенные Штаты провели большую дипломатическую работу среди членов ООН. Но и МИД Российской Федерации тоже изобразил некое недовольство этим, прямо обвинив Соединенные Штаты в том, что они запугали представителей этих стран. Хотя на самом деле, по большому счету, никакого смысла в этой резолюции с точки зрения практических решений нет. Понятно, что демократы в Соединенных Штатах Америки просто хотят перед выборами показать свои успехи на поприще противодействия агрессии. А российский МИД напротив показать, что весь мир против нас, что американцы всех купили, запугали и пытаются внести раскол в страны члена ООН. В реальности же мы уже неоднократно рассказывали, чем является ООН, о ее бессилии принимать какие-то серьезные решения и об истории создания этой организации. Что касается вчерашней резолюции, то я хотел бы обратить внимание на некоторые детали. Что же мы видим в отчете по голосованию резолюции? Как всегда, мы видим довольно большую группу стран, воздержавшихся. В моем понимании, в случае голосования за подобную резолюцию, неосуждение агрессора за аннексию является фактической поддержкой. Просто потому, что ситуация слишком очевидна, чтобы не иметь определенного мнения. А в списке воздержавшихся мы видим, кроме таких стран, как Индия, Китай, Пакистан, видим все республики бывшей Советской Средней Азии. Но это те, про которых любят сейчас говорить различные сетевые браматуны о том, что они в Самарканде не воздали должного уважения Путину. Что они его, дескать, проигнорировали. Что его куда-то там посадили на край стола. Нет, все они дружненько воздержались. Вне зависимости от того, что у Киргизстана с Таджикистаном есть пограничные проблемы. И Киргизстан отказался проводить совместные учения у ДКБ. Вне зависимости от того, что опять, как рассказывают те же браматуны, Такаев проводит самостоятельную политику, не прислушиваясь к мнению Путина. В числе воздержавшихся нет Туркменистана, который вообще не участвовал в голосовании, Как и некоторые другие довольно важные страны. Не участие в голосовании, на мой взгляд, показывает точно такую же поддержку акции агрессора По проведению референдумов и последующей аннексии территории Украины. К не голосовавшим мы еще вернемся. Кто же еще воздержался? Ну, воздержалась Армения, которая недавно снова проиграла очередной раунд Карабахской войны. При этом Азербайджан, чтобы не находиться в одном списке с Арменией, Опять же не участвовал в голосовании. Это тот самый Азербайджан, который по досужим вымыслам некоторых блогеров Ориентируется теперь исключительно на Турцию. И совершенно не принимает во внимание то, что ему могут рекомендовать из Кремля. Это ряд важных африканских стран, такие как Буркина-Фаса, Джибути, Камерун, Южноамериканский клиент Российской Федерации Венесуэла, Важные африканские островные государства, экваториальная Гвинея и Сан-Таме-Принципе, которые располагаются стратегически выгодно для контроля над Гвинейским заливом. Среди воздержавшихся и не голосовавших есть и страны Центральной Америки, такие как Сальвадор и Гондурас. Страны, которые в прошлом находились целиком под влиянием Соединенных Штатов Америки. А сегодня вместе с Никарагуа они переориентировались на Москву. И собственно несколько лет назад, когда в Америке возник еще в бытность большого друга президента Путина Дональда Трампа кризис мигрантов, поток беженцев был как раз из этих стран. В первую очередь из Сальвадора, но и из Гондураса тоже. Среди воздержавшихся тоже есть большое количество довольно важных стран Африки, в которых уже давно чувствуется проворная рука Кремля. Это стратегически важный Алжир, это Центральная Африканская Республика и Мали, где уже много лет действуют вагнеровцы, это Конго-Бразавиль, это южноафриканские страны, богатые природными ископаемыми Намибия, Южная Африка вместе с Лесота и бывшим Свазелендом и Сватини. Это важный для контроля над Индийским океаном Мозамбик, с традиционными связями как с Советским Союзом, так и с Российской Федерацией, и с автоматом Калашникова на гербе. Это традиционно близкая, как опять же к Советскому Союзу, так и к Российской Федерации, Гвинея и, по-видимому, новый клиент ТОГО. Это неожиданно слившиеся в единодушной поддержке традиционные враги Эритрея и Эфиопия, Южный Судан и Судан. Это важнейшие восточноафриканские Танзания и Уганда. Если посмотреть на карту Африки, то фактически протягивается непрерывный пояс от Судана до Кейптауна. А учитывая достаточно теплые отношения с Египтом, мы сегодня имеем практически то, к чему когда-то стремилась Великобритания. Непрерывный африканский пояс от Каира до Кейптауна. И сегодня фактически эта территория, включая также воздержавшуюся Бурунди, попадает в сферу влияния Российской Федерации. В Азии мы видим, что важная ключевая страна Индокитая Вьетнам, вместе с соседним Лаосом, несмотря на руководство этими странами коммунистической партии, также поддерживает действия Российской Федерации. Именно поддерживает, потому что я не вижу никаких оснований воздерживаться при голосовании по совершенно очевидной теме. Мы не назвали Боливию, Кубу, Шри-Ланку, Таиланд, Монголию. При этом каждая из этих стран представляет несомненный интерес для Кремля. Как и сами эти страны, также заинтересованы в постоянной финансовой подпитке из этого источника. И что же мы видим в результате? В чем заключается победа при голосовании по этой резолюции? Я никакой победы не вижу. Напротив, я вижу, что работа дипломатического корпуса Украины пока довольно слаба. И посему никакой эйфории быть не должно. Нужно трезво смотреть на вещи. Для тех же, кто продолжает считать, что весь мир с нами, что цивилизованный мир объединяется, я приведу такой пример. В 2021 году в Организации Объединенных Наций было принято 18 резолюций против конкретных стран, членов, участников этой организации. Одна резолюция была принята по Мьянме, по положению в Мьянме, после военного переворота. Вторая резолюция по Ирану. Третья резолюция по Северной Корее. Четвертая резолюция по Российской Федерации и ее действиям в оккупированном Крыму. А 14 резолюций были приняты по Израилю. При этом голосования, как можно видеть, проходили примерно в таком же формате статистики, как вчерашняя резолюция по Украине. И что? Такие резолюции по Израилю принимались на протяжении многих десятилетий. Израильское правительство уже давно не обращает на них внимания и даже не ставит их как пример международного антисемитизма. В отличие, например, от недавнего выступления Джастина Бибера, на которое обратили внимание израильские раввины и сообщили, что он, дескать, как-то не так замахнул рукой, что напоминало нацистское приветствие. Вот этой мелочи было принято большее значение, чем смешным многочисленным резолюциям, не имеющим под собой реальной юридической основы для давления на кого-либо. При том, что резолюции по Израилю в основном инспирированы некоторыми арабскими странами и, похоже, уже давно служат исключительно делу политического хайпа для граждан и политиков этих стран. Резолюция же по Российской Федерации, она действительно затрагивает серьезную проблему полного нарушения международного права и устава Организации Объединенных Наций. Но в результате оказывается точно таким же пшиком. Собственно, как и принятая вслед за ней резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где, как сообщается, 99 голосовавших одобрили эту резолюцию при одном воздержавшемся, но, правда, голосовало меньше 20% состава этой Парламентской Ассамблеи. В чем же, в таком случае, смысл всех этих голосований? Ведь совершенно понятно, что, как было сказано у классика, песок – неважная замена овсу, и никакое красивое словоблудие никогда не заменит ни поставку вооружений, ни закрытие неба над Украиной. А в связи со всей этой говорильней мне приходит на память карикатура из старого советского выпуска «Крокодила», который я когда-то нашел где-то на чердаке. Мне кажется, это были какие-то номера середины 70-х годов, где советский карикатурист Борис Ефимов отреагировал на санкционную политику Великобритании в отношении Южной Родезии, которая с середины 60-х годов, с 65-го года провозгласила свою независимость от Великобритании и проводила политику расовой сегрегации и апартхейна. Так вот, на этой карикатуре, которая называлась «Факир против расиста», был изображен символ Великобритании Джон Буль и сундук Факира, в который Джон Буль сажал Яна Смита, руководителя Родезии. После того, как он его посадил в этот сундук, он пронзил этот сундук несколькими мечами, на которых было написано «Санкции». И после того, как сундук был снова открыт, Ян Смит предстал перед зрителями, как ни в чем не бывало. Я, к сожалению, не смог найти нигде эту карикатуру, но из детской памяти она осталась в голове. И сегодня я вижу таких же всемирных факиров, которые на этот раз выступают не против расиста, а против расиста. С тем же успехом.